Друзья, здравствуйте! Сегодня хотелось бы снять видео не от цветения, а такое достаточно информативное. В плане, мне очень часто задают вопрос, как зацвести котлею. Ну, я всегда говорю, это все зависит будет от растения. Прошу всегда показать фото. И чаще всего проблема в том, что все ждут цветения от растения, которые в принципе у него нет сил цвести, у него плохая корневая. То есть оно не готово к цветению. Показывают иногда большие, огромные кусты, разрощенные, и они тоже не цветут. По поводу кустов, я бы сказала, что кусты у меня бы тоже не цвели. В том плане, что растению не будет хватать питания. Когда оно растет в природе, но корни у него уходят очень далеко, и питание ему взять есть где. А в горшке, в таком маленьком объеме, оно просто не может набраться тех сил, чтобы зацвести, потому что оно будет хотеть цвести всем кустом. Поэтому такие растения, жирные, большие, которые не цветут, их лучше делить. И многие уже об этом говорили, что после деления, через год, когда растение акклиматизируется, оно очень хорошо цветет. Ну, кусты это бывает редкость, чаще всего все ждут от маленьких растений цветения. Хочу показать на примере, что цветение можно ждать от растения, которое имеет хорошую корневую, и которое имеет тургор, то есть внешне оно выглядит достаточно большим и здоровым. Например, я сейчас попробую приблизить, у меня вот здесь котлей гибрид, самый обычный, тайваньский, оно у меня цветет каждый год. И вот можно видеть, раз, тубер, два, три, четыре. Я даже не оставляю больше, потому что, видите, горшок большой, и растение мне просто не влезет. Оно большое, крупное, и в чехле можно, вот, можно видеть, что он наполовину полный, там растут бутоны. Эта котлея относится к тем котлеям, которые цветут сразу же, без каких-либо периодов покоя. Она выдала чехол, и где-то через месяц там начинает появляться цветонос. Дальше, вот здесь вот котлея, она у меня еще не акклиматизировалась. Это уже не мое растение, оно на передержке. Вот я корневая, корни начинают хорошо врастать, но растение не имеет полного тургора. Вот видите, сморщенные листики. Но этот рост тоже, она же относится к котлеям, это, господи, Кинг, Джордж Кинг, вот. Которая выдает чехол, и сразу там начинают развиваться цветоносы внутри. Тоже же гибридные котлеи. И она, буквально там, вчера я заметила эти бутоны, что они вышли из чехла, потому что я не жду от каких растений и цветений. Что я сделаю? Оно расцветет, я увижу, что все по сорту, и я просто отрежу цветон. Потому что цветы будут вытягивать с него жизненную силу, как говорится. И не нужно это ей, таким растениям не нужно цвести. Дальше, здесь у меня достаточно будет старое растение. Но оно нисколько старое, просто для такого горшка, вот такому растению, это уже много. Это следующее цветение, я просто не дождусь от нее. Ну так вот, вот эта шрёдерик котлея, она будет относиться к котлеям, это природный вид, который выдает чехол, и цвести будет только от перепадов температур. Либо это солнце, активное солнце, вот темно-темно-темно, в этом раз резкое солнце. И чаще всего скорее перепады, потому что зимой у меня начинаются перепады, и ближе вот сейчас февраль, и у нас в феврале как обычное потепление, и все у меня стартуют думать, что весна. И она выдает, кто был, можно видеть бутоны, это был старый чехол, а это чехол от него же, от нее, он можно видеть по резоме, да? Вот резома, и с нее это с мамой цветет, а это получается с ребенка. Она у меня за год дает два прироста, весенний и вот осенний. Вот это осенние еще вот бутоны внутри, а с весеннего уже вышли. Ну, по времени они будут цвести одинаково, чуть позже, чуть меньше. Дальше котлея пурпурата. Тоже природный вид, и получается так, что она выдает чехлы, вот осенний рост, и выдали чехлы, все. А цвести она будет даже не сейчас, а ближе март-апрель. И все пурпураты вот в это время начинают цвести. Скорее всего, у них больше идет даже не перепад температур, потому что цветут-то они у всех. А здесь идет солнечная активность. Вот чехлы. И она будет цвести вот с этих двух чехлов. Растение уже акклиматизированное, оно имеет хорошую корневую, поэтому можно от него ждать полноценное цветение. Здесь у меня котлея мусси царулейная. Она меня вообще, если честно, удивила, потому что она выдала, там были старые чехлы. Хотя, если так вот подумать, это котлея шрёдеря, это мусси. Шрёдеря цветет и со старых, и с новых. И здесь получается, что были старые чехлы, они уже сухие. Я вот попробую сфокусировать. Вот они старые чехлы, и один, и второй. Но на просвет в обоих идут цветоносы. То есть сухой чехол, это не залог того, что растение не будет цвести. Его просто не трогать. Пусть он стоит, зацветет, зацветет, не зацветет. Лучше вот, если бы я обрезала там, или что-то вскрыла, скорее всего, они у меня не зацвели бы. Вернее, не дали бы цветоносы в этих местах. Получается, почка цветочная, она бы просто присохла. И вот из этого нового роста, который вот последний вырос, это был осенний, те весенние росты, тоже идут бутоны. Ну, не знаю, получится. Не получится. Но, поверьте мне, бутоны идут. Закончили со взрослыми растениями. И перейдем к тем растениям, которые, как говорится, не цветут. Те, что цветут, все понятно, все ясно. Вот, например, растение. Это тоже уже не мое растение, на передержке. Растения пришли небольшие. Но я скажу, я такие растения люблю. Мне не нужен куст. Мне достаточно там три тубера, чтобы каждый рост был больше предыдущего. И растение будет увеличиваться и расти. Оно имеет уже... Оно во мхе. Листики. Это котлея... Господи. Блюиндиго. Вот оно. Вот он пошел. Хороший рост. Хороший, жирный рост. Она пришла во мхе. Пока ее лучше не трогать. Я попробую приподнять. Ай, он не хочет. В общем, она уже прирослась. Со временем ее лучше пересадить будет в кору, потому что во мхе места не будет хватать питания. Даже в последнее время я пересаживала, просто брала этот ком-ха в кору. А в ком-ха я просто не лью воды, а лью только на кору. И отлично приживается без стресса растение. То же самое здесь растение. Оно еще маленькое. Оно не готово к цветению. Будет цвести где-то года через полтора. Вырастет этот рост. Ну, естественно, если растение хорошо кормить, хорошо за ним ухаживать. Следующий вырастет еще больше. И тот, скорее всего, уже будет цвести. Здесь котлея, который будет уже, наверное, цвести со следующего роста. Будет первое ее цветение. Тоже оно пришло во мхе. Пока так и оставляю, пока не пойдут. С этой части хорошие корни. Ну, хорошие в плане. Можно видеть, что корни живые. От них идут новые ростки. И если бы это уже было мое растение, я бы уже сейчас его пересадила в кору. Вытащила бы немножко, сделала мох более пушистым. То есть вытащила там волокна мха где-то с половиной. Остальное бы я бы посадила в кору, обсыпала корой и поливала бы только в кору. Но не в мох. Здесь растение тоже оно не будет еще пока цвести. Только будет цвести со следующего роста. Это котлея лабиата. Вот этот рост, это котлея была получена с открытой корневой системы. Поэтому у нее первый рост климатизационный будет меньше. Вот оно. Ай, не хочет. Вот, да. Корни уже пошли. Ну, например, у кого-то корни более активные, тут у кого-то нет. Здесь, как бы, корни есть. Вот они пошли. Один, там, второй. Но они, как бы, не такие уж большие, как хотелось бы. Далее перейдем к котлеям кустами, которые вот все хотят. Ой, хочу получить кустик. Ну, что вы будете делать с этим кустиком? Да, он у вас будет. Но вывести такое большое растение на цветение сложно. Вот этому, например, растению. Да, оно пока во мхе. Оно даст новый рост, прирост. И его нужно пересаживать уже в больший горшок. Делить его тоже сейчас страшновато. Я, вот, что бы сделала? Пересадила бы в горшок с корой. То же самое бы. Там, немножко мха вытащила лишнего. И посадила, и поливала бы в кору. И в коре бы, вот, росты выросли бы больше и жирнее. Это котлея Динар Блю Хевен. Вот. Поэтому, когда вот я показывала, что люблю получать три бульбы. Да, я их больше люблю получать, чем куст. Куст со временем, конечно, можно разделить. Это все хорошо. Но в плане цветения это будет одинаково. Что вы возьмете три бульбы, что вы возьмете сколько тут? Семь. И вот большие растения тоже часто вот. Даже маленькие лучше доходят, чем большие. Корни. Корни. Или они их переливают, или подгнивают. Ну вот, большие растения, проблемка. Ой, пока вот тут я снимала. Хотела я больше показать, как акклиматизируются эти же растения. Это это же растение, которое Джордж Кинг бутонной выдала. А это оно же. Только оно опять собралось цвести. Корни. Корни пока такие. Хорошие. Пошли в кору. Видно, как она содержится. И, по-моему, тоже широкий чехол. Что-то там опять растет. Ну, тоже дам выйти бутоном. Обрежу. И все. Потому что, ну, куда такому растению цвести? Ему просто нельзя этого делать. Оно погибнет. И еще есть такое, что орхидеи цветут, либо когда им очень хорошо, либо когда они уже собираются погибнуть. Чаще всего так делают, чтобы продолжить свой род. Ну, и здесь у меня растение. Тоже, как бы, кустик. Кустик хороший. Но вот этот гибрид. Пробую бирку вытащить. Сейчас не вспомню. Интересный такой. Вот он, да. Здесь эпикотлея. А нет, эпидендрум паркинсонианум на дигбияну. Интересный гибрид получился. И цветы такие очень вот резные, красивые. Она уже цвевшая. И цвевшая неоднократно. Она имеет более тонкие туберы. Поэтому она взрослая. То есть ей не надо огромную массу наращивать. И, скорее всего, вот эти вот росты, которые от него идут, они будут цвести. Но цвести, наверное, будет один раз. В следующие разы нужно пересаживать его в большую часть. Ну вот, в общем, такой вот краткий обзор. Почему котлеи не цветут. Правила очень все простые. Я показала на примере своих растений. Как, что, почему. Я надеюсь, я ответила на вопросы. Многих сравнят свои там котлеи. Я говорю конкретно о котлеях, о других орхидеях я пока не говорю. В чем причина, в чем проблема. Поэтому, надеюсь, информация была полезной. Пока-пока.